сделала прополку в аквариуме наводила там прядок посмотрите сколько растений приходится выкидывать отдать никому не могу потому что в аквариуме борода поэтому никому их не предлагаю этот мог целая куча так бы отдать бы кому-то но есть борода поэтому никому ничего не предлагаю вот столько растений я выкидываю жалко ну что делать сколько появилась света в аквариуме посмотрите у меня был весь заросший и мох целая куча была и папоротником все было заросшее плюс низкая травка тоже которая вот сейчас вот видите забыл и название да она такая длинная стала что совсем уже как говорится не низкая была выработала в длину короче ой что было но теперь хоть просвет виден и свет хоть виден вот такая картинка мне сейчас в аквариуме сейчас водичка в аквариуме еще такая мутная потому что только-только все закончила я два или три часа возила с аквариумом и вода еще мутная но завтра уже будет прозрачная на был вот такой аквариум весь заросший но было тоже по-своему очень красиво но уже свет не проходил уже пора было делать проповку в аквариуме это цинклю сам бросила таблеточку корм или таблеточки спирулинка такая вот пришли сюда покушать они ну и вот уже аквариума второй день уже водичка полностью прозрачная хотя она уже была через пару часов после прополки прозрачная но на второй день уже вообще совсем прозрачная как слеза младенца всем привет друзья я вас всех приветствую на своем канале так сейчас я поставила хлебушек печь еще я сейчас буду готовить суп туре из тыквы у меня очень много замороженных овощей фруктов там всего и решила думаю надо приготовить тыквенный супчик или также еще добавлю да кабачок также мире замороженные сливки потому что конечно же готовыми если сливки остаются а срок уже выходит я сюда ставлю морозилку и когда вот что то хочется приготовить допустим то лежит и думаешь о подойте супчики при пюре приготовлю до а тут бац у тебя например сливок нету да но конечно можно и без сливок сделать но я люблю когда сливки добавлено до но вот и думаю так у меня все есть морковку меня есть лук у меня есть сливки у меня еду пойду приготовлю супчик пюре пропищала печка и спекся мой хлеб надо доставать горячо ну все как всегда красавец часто добавила сюда кунжут и плюс еще добавила и добавила сюда еще кокос это мой будет вкусно кунжут кокос вкусный будет хлебушек обалденный ну что уже хлеб остыл как всегда его разрежу порционно да на кусочки сложу в пакетик и отправлю морозильную камеру мне ты вот буханочки хватает на неделю наверное да потому что я съедаю по кусочку по 2 по кусочку или по 2 в день с утра съедаю а так больше принципе хлеб я как бы не ем назад так делают тост и поэтому если сейчас не положу морозилку он через пару дней уже будет такой не очень как-то и быть очень вкусный а так его морозилку а потом в тостере и делаю но знаете кто смотрит мой канал знать что с утра я делаю как бы тостики потом в тостере его поджариваю кладем потом сыр и микроволновку и получается мне такие тосты с сыром очень вкусные сейчас разрежу пополам сначала давайте покажу как хлебушек получился внутри шикарный просто ну и сейчас буду на порции резать ну вот так вот и нарезала хлеб по размеру почти как вот хлеб для тостов до примерно так и сейчас вкладываю все в пакет у меня когда хлеб остается такие пакеты большие я никогда не выкидываю да вот беру так вот и складываю сюда вот хлебушек до ну вот все сложила в пакет и этой штучкой от хлеба где был пакет закрыт также закрываю я этот магазинные заклепки и утрамбовываю не очень плотно чтобы было расстояние между хлебом чтобы он морозилки друг другу не прилив да как бы так вот все равно хорошо даже если прилипет все равно хорошо можно отлепить ножичком подковырнуть нормально да отправляю морозилку сюда и все и меня все на свежих хлебушек все теперь приступаем к супчику на здесь я сейчас буду готовить суп пюре из тыквы и с кабачком так закинула уже тыкву скоро супчик будет готов ну вот мой суп пюре готов подавать его можно с сухариками будет очень вкусно друзья рецепт на этот суп будет на канале хозяюшка рута переходите вы будет немножечко попозже ну вот друзья вот такой супчик пюре получился напомню что рецепт будет на канале хозяюшка рута не пропустите так на все налила сфотографировала для кулинарного канала теперь идем есть на иди давай съешь ты даже стынет супчик уже сужая вино на ли у меня надо не совсем белый какой-то что за вино ас-канели ас-канели вкусная пробуй супчик скажи как суп суп фантастика фантастика очень вкусненький вообще мне тоже нравится прикольно скажи да очень вкусно мне нравится да такой вообще легенький да ну да пусть мы когда были на кипре мы нам давать мясо-пюре да там были этот грибной помнишь наташка никакой не хотела езда я бы тоже как-то не очень нравится а вот икны суши вкусненько мне нравится да вкусно ну что поели сейчас помываю посуду получилось очень понравился а папа еще знаете чё купил он купил чебурек и я поступила с чебуреком тоже было очень вкусно кстати очень очень понравилось его есть чебуреком так что если вы не на диете с чебуреком этот супчик очень вкусно кто-то кто на что гораздо вот так вот сегодня у мамы был такой обед сегодня но чебурека очень очень хочется пить ну а здесь у меня размораживаются ребра я буду их мариновать и буду делать в духовке с картофелем в рукаве будут делать у меня рецепт есть на канале хозяйка вот я уже делала такие ребра ночь решили опять сделать такие ребрышки ну что ребрышки я посолила поперчила добавила приправа для шашлыка ароматизированную соль острую паприку добавила и сейчас я добавлю вот такую вот карамель и такой вот сироп он идет для мяса можно для выпечки его можно да все размешаю хорошенько и оставлю мариноваться на ночь и завтра буду готовить ребрышки и совсем забыла добавить горчицу вот такой добавляю горчицу потому что горчица дает такой вкусный вкус пикантный этим ребрышкам очень вкусно добавляя где-то 2 таких чайных таких ложки и сейчас все размешаю накрывая все крышкой и отправляют до завтра в холодильник вот это вот это я буду готовить завтра ой папа нужна твоя непосильная помощь итак друзья я сейчас пока пока не толкайся итак друзья сейчас я уже на смену на работу а мы с вами увидимся завтра и снова здравствуйте друзья возвращаясь с работы сейчас заехала магазин надо кое-что прикупить из продуктов потому что будем еще суп парить хочу кислые сварить поэтому заехала за мясом за капустой ну и так еще кое-что надо прикупить ахай но и чуть не забыла самый главный и самый модный аксессуар прошлого года и ну как я понимаю и нынешнего года из моды пока не выходят а то магазин не пустят я пошла ну вот зашла в магазин посмотреть что есть акция на некоторую посуду на подушке 40 процентов скидка на такие декоративные на тарелки на посуду видите тоже скидки так у меня закончился зефир в шоколаде по евро 69 возьму себе упаковочку одно так возьмите вот такие мочалочки попробую мочалки 69 центов две штуки на чипсы акция стоили евро 66 от евро 6 евро 0 9 но я их не ем у меня муж иногда их ест вот мы любим эти вафельки возьмем к чаю за килограмм 459 здесь 312 грамм евро 43 так у меня закончился кукурузная крупа надо взять килограмм евро 09 стоит моего мужа любимые бублики сейчас по акции 15 центов а так стоит 19 центов возьму два пирога один такой мой любимый по евро 35 вы знаете я всегда его беру и еще мне нравится вот такой второй тоже он очень вкусный евро евро 59 стоит ну тоже нажал то что они вчерашние но с утра все равно ничего не купишь сегодняшняя возьму оба мытая морковь 34 центов за килограмм надо взять немного шампионы 65 центов так сколько здесь граммов 250 граммов возьму квашеная капуста как я говорил буду щи варить вот за килограмм евро 28 так сарделечки по 407 хочу взять давно не ели сарделки но взяла 4 штучки заплатила евро 17 до 4 штучки вот молоко которое беру литр 91 цент сметана из по акции 20 процентов обычно берем возьму по акции сметана евро 09 450 граммов обычно мы я беру вот такую вот за евро 60 тоже 20 процентов но раз это по акции возьму это наш с мужем любимый сыр динтерский тоже сейчас факту евро 39 а так стоит евро 52 тоже возьмем покупаем 100 классический люблю такой сыр он уже сыр то есть рис он уже в пакетиках 8 пакетиков по 125 грамм очень удобно отваривать его если плата в салат или еще куда-то очень удобно и и сейчас он по акции евро 77 а так 2 21 стоит так надо взять косточку для супа и надо могут еще ребрышек возьму ребрышки по 649 косточки по 613 тележки 899 это все говяжья но взяла косточку на 3 18 получилось так хочу взять китайский капусту давно уже не покупали мы и сейчас она по акции 69 центов за килограмм а так стоит 85 за килограмм так хотела купить муку для посты но нету хотела еще на делать посту сама но нету муки надо будет в римчик на разъездить посмотреть потому что здесь я не вижу на то есть кокосовая мука 30 прикольно кокосовая мука евро 89 300 граммов стоит что тоже очень интересно может взять на всякий случай пусть будет появилась продажи арахисовая мука тоже 300 грамм евро 89 миндальная мука 599 но миндальная то уже была а вот это арахисовую и кокосовую муку я не видела но так как у меня миндальная мука есть возьму арахисовую и кокосовую человек приготовлю муж позвонил сказал что нужен хлеб но вот возьму его беленький вот такой вот по 65 центов это такие менее тос и делает да это он последнее подсел на такой хлебочке я то ем свой хлеб который сама пико ну а мужу удобнее такое на работу там брать так хочу попробовать новый хлебушек сменить хлеб вот такой вот черненький в виде кирпичик она тоже как виде мини тостов до сказали что вкусно очень с селедка его есть но важно попробую а и стоит он евро девять так и у нас уксус уже заканчивается 41 цент 9 процентный 500 миллилитров еще возьму шпинат евро 19 100 граммов заначку ну и возьму такой салат за евро 38 тоже 100 граммов так ну что тележки почти полные надо ехать кассе и домой так ну и набрала я над 28 евро 48 центов мое покидайте а банк мод и кладите в отдельные отверстия предназначены так ну все сложила еду домой вот этой маски лицо просто распарено это такой как будто из бани вышла ужас просто все деньги потратила теперь можно чисто совесть уехать домой так и так 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 но все я дома сейчас немножко все тут разложу и сегодня на завтрак вы не поверите у меня не каши сегодня сегодня отварные яйца мы сделаем то что я давно не ели яйца захотелось едет сейчас позавтракаем с ним сядем забыла показать вам чек да ну вот 28 евро 48 центов сегодня у меня по чеку ребята прикол смотрите купила салат а он с такими ой тут не один вид цветочки тут еще и синие цветочки сотрет желтый и синий а их можно есть суши нас здесь положено значит можно есть прикольно слышали разрезала на порции пирог и посмотрите какая красота он такой сочный такой знаете не сухой но как вот можно было не пить и вот этой вкусняшки вот это внутри если не ошибаешь чернослив но очень-очень сложно сочные вкусные но этот который я сюда уже вам показывала да с мармеладом мы по-моему это маргаррат не знаю как то мне кажется мармелад это но очень на покусках мармелад такая только слегка мягкий как сказать мармелад варенье как мармеладное варенье такое что-то очень вкусненько ну как вот можно было мимо тыarth у кашки пройти не знала что какой пирог выбрать потому что этот мой любимый этот мой любимый и по мягкости они одинаковые ну поэтому пришлось взять оба и накроем крышечкой очень-очень хорошо все вместилось просто супер пусть и приколола мне вот это вот мука да вот это вот арахис и кокос я пока не знаю что я буду из этого готовить но что-то будут печь из этого это однозначно да попробовать видела вот всегда видела миндальную муку но таких и не видела это у нас новинка в общем шла за мукой для пасты а в итоге купила миндальную и арахисовую прикольно слушайте туда написано вот арахисовая мука и кокосовая мука ну попробую что-нибудь приготовить девчонки если у вас есть какая-то идея по поводу этой муки что можно приготовить пишите в комментариях ну я думаю какие-то в кексы можно добавить немножечко так думаю я не знаю пока я еще никогда не пользовалась этим да могут что-то на ютубе найду в общем мне очень интересно если вы что-то знаете пишите в комментариях знаете что я подумала наверное будет вот если готовить бисквит для торта до коржи сделать я думала хорошо надо добавить в коржи будет да мне кажется должно получиться вкусненько если делать тортики добавить вот бисквит именно при приготовлении я думаю должно быть нормально будет такой ореховый или кокосовый оттенок надо попробовать в общем что ребрышки же в духовке когда будет почти мягкие добавлю картофель и буду продолжать готовить еще добавилась к грибочке и отправляю еще на минут 10 в духовку и будет готова наше блюдо что мы уже поели ребра получились но очень мягкие но правда готовились но очень долго но получилось все мягкое и вкусненько ну вот дорогие друзья вот такой влог сегодня у нас с вами получился и давайте как всегда закончим но это вкусной ноте все кто не подписался на канал подписывайтесь ставьте лайки а также нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео я с вами прощаюсь и увидимся с вами как всегда в следующем блоге всем до свидания и Продолжение следует...